Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы на реализацию проектов промышленных предприятий на суммы от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет. Здравствуйте, меня зовут Евгения Шиляева. Я расскажу, как подать заявку в Фонд развития промышленности. У нас действует широкая линейка программ финансирования, которая помогает в решении самых разных задач. От покупки одного станка до создания целого завода. С чего же нужно начать? Прежде всего, определиться с программой. Шаг номер один. Выбор программы. На сайте ФРП в разделе «Займы» есть описание каждой из доступных программ финансирования. Ключевые условия представлены в удобной инфографике, а именно сумма займа, срок, софинансирование, процентная ставка и так далее. Кстати, все формы документов, с которыми вам предстоит работать при подаче заявки, также размещены в открытом доступе на сайте. Представленные документы разложены по разделам. Самым базовым, которое описывает условия программы, является раздел «Основные документы». Здесь же есть документ, который объясняет условия финансирования проектов, а также презентация программы. Советую вам начать именно с этого раздела. Документы для заявки и методические рекомендации. С помощью этого раздела можно узнать, какие потребуются документы, а также как их подготовить. Например, рекомендации к написанию бизнес-плана или подготовке финансовой модели. Типовые формы. Именно эти документы будут подписываться с фондом после получения одобрения. Договор займа, залога, поручительства и так далее. Условия типовые для всех заемщиков, и фонд не вносит в них изменения. Правила для всех одинаковые. Подавая заявку на получение займа, вы автоматически соглашаетесь на условия договора. Обеспечение. Каждый заем должен быть обеспечен. Какое можно предоставить обеспечение? Где оформить банковскую гарантию? У какой компании оценить залог? Ответы на эти вопросы можно найти в документах раздела «Обеспечение». Кстати, требования по обеспечению едины для всех программ. С ними вы можете ознакомиться здесь. Для работы с личным кабинетом ФРП необходимо сперва зарегистрировать организацию при помощи электронной цифровой подписи руководителя и получить доступ для создания учетных записей сотрудников предприятия, которые смогут участвовать в подаче и рассмотрении заявки. Если у вас уже есть регистрация в личном кабинете, этот шаг можно пропустить. Дальнейший алгоритм действий такой. Первое. Заполнение формы на экспресс-оценку. Здесь вы заполняете онлайн-форму на сайте с базовыми параметрами инвестиционного проекта. При этом веб-форма вас проверяет. Нельзя, например, ввести полтора миллиарда рублей по программе, где максимальная сумма займа — один миллиард рублей. На данном этапе не требуется составление или предоставление какой-либо документации. Этот этап нужен, чтобы мы удостоверились, что потенциально можем профинансировать ваш проект, прежде чем просить вас загрузить по нему документы. Например, мы не можем финансировать строительство зданий. Нормативный срок проверки — пять дней. Но по нашей практике мы отвечаем в течение одного-двух дней, подходит ли ваш проект под критерием ФРП или нет. Далее переходим к загрузке документов для более тщательного анализа. Второй этап — входная экспертиза. Она занимает до пяти дней. На этом этапе проверяется, чтобы компания подгрузила правильные документы, что вместо устава или бизнес-плана — не пустые листы. Перечень стандартный. Зависит от выбранной программы, и сюда могут входить бизнес-план, календарный план, устав, свидетельство ЕГРУЭЛ и другое. Полный перечень по каждой программе есть в открытом доступе. Он называется «Чек-лист». Повторюсь, все формы документов, с которыми вам предстоит работать, есть на сайте ФРП. Вы найдете типовые формы всей договорной документации. Кроме того, в разделе каждой программы, помимо ее условий, вы найдете руководство по подготовке документов, бизнес-плана, сметы, финансовой модели и календарного плана. Их внимательное изучение избавит от необходимости лишней работы в дальнейшем. Третий — комплексная экспертиза. Она занимает до 40 рабочих дней. В нее входят 5 экспертиз. Научно-техническая экспертиза, которая должна дать ответ на вопросы, есть ли в проекте импортозамещающая составляющая или используются ли наилучшие доступные технологии. Финансово-экономическую экспертизу и правовую экспертизу мы делаем силами штатных юристов и финансовых аналитиков. Кроме того, проводится экспертиза обеспеченности займа. На этапе производственно-технологической экспертизы руководитель проекта выезжает на площадку и смотрит, как выглядит производство, соответствует ли текущий статус тому, что указано в бумагах. Все экспертизы проводятся за счет ФРП. Ключевые вопросы, которые требуют уточнения, это софинансирование, обеспечение и сбыт. Недостаточное внимание к этим вопросам часто становится препятствием для получения займа. Фонд предоставляет льготные займы, но только при условии, если будущий заемщик готов вложить часть собственных средств или привлечь деньги из других источников. Необходимый объем софинансирования зависит от выбранной программы, но не превышает 20% от стоимости проекта. В зачет могут пойти уже совершенные инвестиции. Подтвердить совершенные инвестиции можно кредитным договором, выписками со счетов, документами об уже оплаченном оборудовании. Фонд принимает широкий спектр обеспечения. Например, залоги оборудования, недвижимости, банковские гарантии, поручительство юридических лиц. Ну и разумеется, будущий заемщик должен ответить на вопрос, кому предприятие намерено реализовать продукцию, на какие рынки и кто является конкурентом. Если компания планирует реализовать проект стоимостью несколько десятков, а то и сотен миллионов рублей, и вложить собственные средства, то у нее должны быть ответы на эти вопросы. По итогам всех экспертиз вопрос, финансировать ли проект, выносится на экспертный совет. По статистике около 95% проектов, которые рассматривает совет, получают одобрение. Компания «Заявитель» вместе с менеджером ФРП готовят презентацию и дополнительные материалы, которые подробно расскажут о планах и целях. Далее – очная презентация и защита проекта. Заседания экспертного совета проходят раз в две недели, так что за год мы проводим более 20 таких советов. То есть время на рассмотрение вашего проекта точно найдется. В состав экспертного совета входят представители отраслевых и деловых ассоциаций, предприниматели, топ-менеджеры крупных банков. Нам удалось собрать сбалансированный состав независимых экспертов, которые принимают объективные решения. Советы к защите на экспертном совете Представлять проект на экспертном совете лучше отправить глубоко погруженного в жизнь компании человека, чтобы быстро и точно отвечать на вопросы о содержании проекта и возможной его коррекции. В идеале – владелец или топ-менеджер предприятия. Это сократит время коммуникации и позволит быстро принять решение. Наиболее частые вопросы членов экспертного совета связаны с финансовым состоянием предприятия и политикой сбыта. Поэтому не лишним будет пригласить на представление проекта финансового или коммерческого директора. Если сумма займа более 950 миллионов рублей и в некоторых других случаях, проект выносится на рассмотрение наблюдательным советом. Его заседание проходит без приглашения заявителя. Шаг номер 4. Подписание договора займа В течение двух дней после экспертного совета с вами свяжется сотрудник фонда, ответственный за подписание договора. Он станет вашим провожатом по процедуре подписания. Для вашего удобства он пришлет список действий, которые необходимо предпринять, и список документов, которые необходимо предоставить на проверку в фонд перед подписанием договора займа. Этот список – тот самый чек-лист, о котором мы говорили ранее, структурированный непосредственно под вашу сделку и вашу компанию. Если на предыдущих этапах нам достаточно было документов в электронном виде, то именно на этапе подписания договора фонд нужно предоставить оригиналы документов, оформленные соответствующим образом. Перед подписанием договора займа мы попросим вас загрузить недостающую часть документов в личный кабинет. Общий список документов и все необходимые типовые формы вы сможете найти заранее на сайте фонда по ссылке. Фонд готов предоставить деньги в течение недели после одобрения проекта экспертным советом. Но практика показывает, что к этому не всегда готов сам заявитель. Процесс может затянуться на несколько месяцев. Давайте разберемся, почему и как этого избежать. У акционерных обществ получение займа у фонда или предоставление обеспечения требует корпоративных одобрений участников сделки. Если так, то имеет смысл начать корпоративную процедуру сразу после экспертного совета. Она, как правило, требует времени. Пожалуйста, согласуйте с фондом формулировку проекта решения, который выносится на корпоративное одобрение до него, а не после. Для получения средств займа должен быть открыт отдельный банковский расчетный счет, который необходимо подключить к системе акцепта платежей. Учитывая, что в данном вопросе в цепочку встроена третья сторона – банк, то лучше заняться открытием счета заранее, а не за несколько дней до подписания. Лучше всего сразу после одобрения проекта на экспертном совете, используя полученные в чек-листе инструкции. Также следует обратить внимание, что экспертный совет при одобрении займа может добавить отлагательные условия. Например, оформить должным образом земельный участок под цехом, который вы планируете предоставить в залог, или провести субординацию займа заявителя, или предоставить необходимые разрешения для ведения деятельности. Эти условия должны быть выполнены и подтверждены документально до подписания договора займа. Еще один момент. Правка ФНС об исполнении обязанностей по уплате налогов и других платежей. Правке не должно быть более 30 дней к дате подписания договора займа. А главное, фонд устроит только одна запись в ней. Компания задолженности не имеет. Долги перед налоговой службой являются прямым стоп-фактором к получению займа. Поэтому советуем заранее озадачиться урегулированием всех вопросов с налоговой службой, если они есть. Помимо чек-листа, менеджер ФРП пришлет вам предзаполненный договор займа по нашей типовой форме. Типовая значит, что правки в него внести нельзя. Фонд обеспечивает равные условия предоставления займов всем заемщикам, поэтому со всеми предприятиями подписываются договоры неизменной формы. Если вы понимаете, что с внутренним согласованием документа могут возникнуть сложности, то есть форму договора займа можно отдать на изучение соответствующим службам предприятия еще до обращения в ФРП. Она доступна на странице программы финансирования в разделе «Документы для заемщика. Типовые формы». Все готово! Можно подписывать договор займа. Для этого участникам сделки, заемщику, поручителю, залогодателю, необходимо приехать в офис Фонда развития промышленности по адресу Москва, Лялин, переулок 6, строение 1. Поздравляем! Вы обладатель льготного займа Фонда развития промышленности. Действуйте, и у вас все получится!